я свой план выполнила картошку докопала и теперь хочу там посеять на том участке что был недосаженный горчичкой посеять горчичку хочу вот так все там шесть рядочка у меня оставалось сегодня утречком я выкопала пол шестого встала и все закончила вот так много конечно накопала картошки хорошие а сейчас посмотрим вот опять появилась кучка это все уже последнее которое накопала вся остальная уже и в погребе и продана вот это тоже еще останется на продажу с утра на собирал опять помидор хорошие помидорки надо еще на аджику сделать я так люблю зимой аджику с хреном какой мясистый такой товарищ вкусный наверное вот бы такие помидоры всю зиму чтобы были свежими на зимой же такого нет а сейчас и ел бы а уже не хочется это шарпей вот это шарпей вот какие он похож да у меня спрашивали мне говорили в комментариях что тут уже совка есть что шарпей похож на пузата хата но пузата хата немножко другой формы у нее грушевидная форма вот таких ребрышек вот таких нету вот она вот этот похож вот вот это похож на пузата хату вот это шарпей вот он ну совка конечно и у меня уже есть этом году я с ней никак не боролась вот какие есть такие есть это тоже шарпеевские вот ребрышки вот всякие тут это большие крупные красные ну не красные розовые это малиновый звон или малиновый слон по-моему малиновый звон крупные помидоры и конечно где-то у меня там есть наверно засыпала называют воловье сердце но где-то там на низу не буду ковырять его доставать короче три ящичка это пускай сейчас день-два полежат и пойдут наверное на аджику еще надо картошку вот эту перебрать так что все наконец-то я закончила с картошкой то сказать да сколько ж можно сколько ж можно сколько нужно столько и можно а ты хочешь упасть воду до долевая утром воды а он подошел видно воды хочет соломон и если бы не я мог бы нырнуть и вот опять лезет лезет может нырнуть дождик накропал но я думала успею и успела вроде бы погода налаживается вот умка тоже я уже взяла грабли вот ими буду загребать какие мехари у меня тут лежат спросите а что ты туда положила а я туда положила фасоль вырвала вместе с этим корнями потому что вчера вечером внезапно так ветер налетел я думала дождь пойдет понятно я быстренько думаю побегу уже темнело мы побегу вырву всю фасоль иначе намокнет потом будет преть и все но на их надо стрички обрывать вот она тут лежит надо еще досушивать где она вот она она практически сухая но я вот эти стрички по обрываю подсушу потом буду ее лущить вот дождь намочит она отсыреет и будет потом сохнуть и разлучиваться будет все огороде взяла я практически один килограмм горчицы расходовала взяла вот еще где моя ведерко с горчицей взяла думаю сейчас я туда высыплю последний свой килограммчик и посею посею на огороде посею и пускай растет так а куда я поставила горчицу я же помню а вот она тут помню тут тут не помню называется мне вот так чуть-чуть от килограмма осталось конечно надо было бы больше но больше нету я еще высыплю ведерко ждала ждала дождя а его таки нету ну наверно он ждал дождь ждал пока я картошку копаю теперь скажет но все теперь можно у мои перчатки тут все можно идти можно найти дубль 2 или дубль 3 уже до вода льется и ему надо и мыли интересно что там шуметь или воды хочет но вода у него есть во дворе это играется ему все же новое интересно надо все испытать в этой жизни вот пока не нырнет пока не успокоиться наверное ты ж потом сам не вылезешь а вот ребятенок ну что ты со мной пойдешь ты пойдешь со мной будем с тобой вместе сеять да будем идем идем а и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Сорвала капусточку, отдам гусям все равно, толку с нее не будет уже. А гуси поедят. Гусям надо зелень, сейчас травку зеленую. А еще лучше выпустить на огород, чтобы они у меня капусту всю пожрали. Не, ни в коем случае я не могу выпустить их сейчас в огород. Они капусту бегом оприходуют. Скажут «Спасибо, Наташа, садите еще». Все, я довольная. Я с картошкой справилась. Все, посеяла везде горчицу, где у меня пусто. Где освободилось местечко. А, умка там вон ходит, проверяет, правильно ли я все поделала или нет. Все. Теперь основная масса работы уже позади. Уже можно расслабить булки и сидеть на попе ровно, да? Не, еще нельзя. Еще работа, еще есть дела. А вот зимой тогда уже будем булки расслаблять. Как всегда, инструмент на место. Инструмент. Не знаю, понадобятся ли еще грабли в этом сезоне. Ну, пускай стоят. Какая паутка сегодня классная. Ни жаркая, ни холодная. Вот люблю такую погоду. Когда тепло, тихо, можно поработать. А, кампсис тут ходишь, а он мне мешает ходить. Так, все. Все по своих местах расставила. А теперь брось, брось листочки. Кроли ко мне. Только курочкам и гусям. Несут курочки, яйца. Три-четыре штучки в день. Вот так. Даже теперь у меня есть куча яиц. Домашних, классных яиц. На, Кура, ешь. Я ей бросаю все. Все едят. Зая, а что ты себе думаешь? У нас же сегодня срок. 20 число. Мы же должны сегодня уже быть с кролятами. А у нас что-то тут тишина и покой. Ты, наверное, нас обманула, да? Что-то никаких там ничего. Никаких признаков кролят там нет. Что, ты нас обманула, да? Не обгулялась? Ну, посмотрим еще денек-другой. Что ж ты, моя дорогая? Я на тебя надеялась. Придется тогда еще к жениху идти. А ты что тут, мадам, поделываешь? А? Что ты тут делаешь? Сидишь? Кукурузу уже не хочешь. Они понаедались. Сено я им положила. Зерном пока не злоупотребляю, потому что они от него быстро зажиреют, потом гулять не будут. А нам лишний жир ни к чему. Привет. Привет, даяц. Привет, тушастый. Ты что тут? Воюешь с банкой для воды, да? Ну, воюй. Сено у тебя есть. Хорошая. Зеленая. Ароматненькая. Сиди. Не жарко. Вам погода хорошая. Кура. Переставила сюда воду им. Ося, мне сюда ближе наливать со шланга сюда. А тут через весь двор и таскаю сюда шланг. И для полива я его туда-сюда соваю под воротами, под калиткой. Ну, тут уже сделала покороче шланг. И сюда перенесла воду. Уже выкупались, уже перья там набросали. А курочкам там классно. Вон, грибутся и песочек, и червячки, и всякие мошки. Ну, лето, лето, красота на природе. Гуляют, где хотят. Двор большой, место ездили. Так что вы должны носить золотые питательные яйца. Да, что ты там полоскаешь. И что-то там они там долбают. Какие-то камешки находят. Вот что-то им там все же надо, вот это ковыряние. Ну, это... Куда ты? Не поделили червяка, да? Вот это ковыряние, это как раз для них хорошо. Травка позеленела. А виноградом оплело тут всю сетку. Как раз хорошо. От огорода загородило их. И тенечек. Вообще красота. Так что пока нету что-то кроликов. Наверное, все-таки она не погуляла. Хотя покрывал кроль ее три раза. Я специально наблюдала, чтобы, думаю, не прохолостила она. Но, наверное, все-таки не получилось. Все. Хоздвор оставляем. Патушку выкопала. Вроде бы и делать уже нечего. Но все равно надо же ее перебирать. Какие. На улице пасмурно. И они, и они, и он ходит. И они не закрываются. Хорошо. Квочка цыплят уже бросила тех двоих. Они сами по себе ходят. Ну, они уже взросленькие. Сколько им уже? Два месяца точно есть. Уже она им сказала. Идите гуляйте. На вольные хлеба. И все. Сейчас пять минут отдыха. Хорошо так флоксики цветут. Ходит следом за мной. Это уже просит корм. Просто так он не ходит. Ему что-то от меня надо. На виноград. И за мной.